С гневными плакатами под красными флагами. О том, что заседание областной думы будет жарким, стало ясно еще до его начала. Собравшиеся просят единороссов, а именно эта фракция выступает против закона о детях войны, опомниться и проголосовать за. Дети войны должны отличаться от всех в конечном счете. Мы за станками стояли вместе с родителями, помогали, чтобы выжил фронт, чтобы победил фронт. И мы шутками работали на фабриках и заводах. Согласно проекту закона, который предлагают коммунисты, под его действие попадают граждане, родившиеся в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года. В начале недели свое мнение по этому вопросу высказал зампред правительства Ирина Эрмиш. Руководитель комплекса соцсферы считает, что в обществе нет единодушия относительно возрастных рамок. То ли дети, которые были до 18-летнего возраста в этот период, то ли те, которые родились. А те, которые после войны, там тоже были непростые времена. И там 46-47 год у меня там папа, мама, вот они тоже рассказывали какие-то страшные вещи о том, что было и голодно, и не очень, в общем-то, весьма некомфортно, так скажем. Ивановские коммунисты уже предлагали проект закона о статусе детей войны в 2013-м. Это попытка номер два. По словам Красных, за пять лет ряды тех, кто мог бы претендовать на льготы, а речь о 500 рублях, сильно поредели. Ждать больше нельзя. Тем более, что сумма требуется вовсе не астрономическая. Речь идет о копеечной сумме в 5 миллионов рублей в месяц. Если вот даже послушать те процессы судебные, которые идут, и все взятки, которые получили наши чиновники, сложить, их вполне хватит на реализацию данного закона проекта. Коммунисты попросили коллег принять закон в первом чтении за основу. У единороссов свои контраргументы. Большинство тех, кто подходит под категорию детей войны, уже получают льготы. И 500 рублей не будут плюсом. Придется меру поддержки выбирать. Никто не утруждает объяснять людям, что люди должны выбирать льготы. У нас из 86 тысяч 811 человек, которые подпадают под действия закона проекта, 75 тысяч имеют льготы как ветераны труда, как труженики тыла, как категория инвалидов 26 тысяч у нас. Поэтому в прошлый раз, я думаю, сейчас при принятии этого закона посыпется масса обращений в пенсионный фонд о добавке 500 рублей. В итоге большинство депутатов инициативу не поддержали. Закон о статусе детей войны и мерах их социальной поддержки отклонен. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.